Это не его, не его совсем. Так. Значит, первый ролик у нас называется «Лех Валенса о Путина, Лукашенко, Навальном и своей жизни». Это у нас интервью BBC. За это можно получить бан. Поэтому, ну, мы, конечно, рискуем. Но будем надеяться, что все будет нормально. Нет никакого кланового деления, но Назарба из своих соклановцев поставил. Да, замечательно. Интересная история. Если я не ошибаюсь, Валенса, кстати, сотрудничал со службами. По-моему, Валенса, да. Поехали дальше. Да, Висконти был гомосексуалистом и коммунистом. Ну, это правда. Ну, то есть, это просто живой пример того, что коммунизм и гомосексуальность – это вещи, которые очень тесно переплетены исторически. Я говорю только об этой разнице. Но я восхищаюсь им, и я считаю, что он нуждается в поддержке. Навального вытянули на Нобелевскую премию мира уже не впервые. Но Путина тоже выбегают регулярно. Как вы считаете, у кого из них шансы получить этот криз больше? У того, кто представит лучшую аргументацию. Навальному придется представлять свою аргументацию из тюрьмы. Навальный в борьбе, он отважный, он герой, он рискнул жизнью, а Путин, в свою очередь, удерживает. Вот вопрос, на самом деле. Понятно, что для того, чтобы приехать в страну, зная, что тебя посадят, нужно иметь определенную такую смелость, да, нужно иметь яйца. Но другое дело, что в долгосрочной перспективе вопрос, насколько эта отсидка для него положительно скажется, для его деятельности. Да, все-таки, если ты занимаешься, соответственно, борьбой за лучшую Россию, то... Так, это что у нас такое? Тут надо понимать, что, наверное, иметь голос, да, возможность выходить в эфир, да, рассказывать что-то людям гораздо важнее, чем просто сидеть в тюрьме и геройствовать. Тем более неизвестно, сколько ты там просидишь и выйдешь ли ты вообще, да, то есть российская тюрьма, а тем более для фигур такого масштаба, это дело очень-очень непредсказуемое. То есть, если бы Навальный остался за рубежом, то у него бы сохранилась возможность заниматься тем делом, которым он занимался. У него бы какая-то часть структуры сохранилась, возможно, получил бы поддержку со стороны каких-то западных организаций и государств. То есть, легче было бы ему найти поддержку, то сейчас эта поддержка занимается Милов, а Милов, как вы понимаете, это человек с довольно-таки низким уровнем привлекательности и убедительности, ну, так или иначе. С другой стороны, конечно, Навальный, может быть, отсидит, да, выйдет как Мандела, будет такой вот весь герой и, может быть, даже будут президентские выборы, на которых он победит и прочее. То есть, здесь совершенно мы не можем предсказать, как оно будет дальше, да, абсолютно. Пропаганда и так называла бы агентом Запада, то есть, здесь ничего нового нет, он как был, так и остается агентом Запада. Формально мученик, ну да, ну, понимаете, у нас же люди, вы не забывайте, что пророков в Отечестве своем чести нету никогда. Это потом уже, когда они умирают, о них начинают вспоминать, начинают размышлять, что они говорили, какие они были хорошие и прочее, прочее. А пока он жив, ну вот он сейчас в тюрьме сидит, я думаю, что многие уже забыли про него. Опять же, не факт, что он будет актуален после того, как выйдет. Очень даже далеко не факт, потому что процессы-то идут. Могут появиться другие люди, могут появиться другие, другая повестка может уже быть, измениться, да. Так что здесь очень такая ситуация непредсказуемая. Но это в борьбе, ведь одни кони подходят для скачек, а другие для перевозки грузов. У России беда, она слишком сверхцентрализована, и это очень большая проблема. Если бы, скажем так, если бы у нас была минархия, то есть сильное государство, но маленькое, одно другому не противоречит. Маленькое в том смысле, что государство не отягощено огромным количеством проблем, которые он должен решать, да, социальных прежде всего. Но при этом полностью может уделять внимание армии силовым структурам, да, то есть защите жизни собственности граждан. И в этом отношении минархия это компактное и эффективное государство, если можно так выразиться, да. Я знаю, что некоторые не любят такое словосочетание эффективное государство, но вот мне кажется, что здесь оно уместно. А когда у вас сверхцентрализованное государство, где регионами невозможно нормально управлять только через ставленников, вот как Путин это делает, да, по сути дела он ставит своих людей доверенных, и не может допустить, чтобы недоверенные лица там правили. Вы представляете, насколько, во-первых, информация неактуальна доходит с мест в центр, да, это неизбежно. Слишком большая бюрократическая сложная система, а во-вторых, насколько хреново управляется на местах. И вот из-за плохого управления на местах, где, собственно, самое главное управление, он всегда на местах, ухудшается уровень жизни населения. Множатся те проблемы, которые предстоит в любом случае решить. И в любом случае придется решать. Ну или опять же, вот видите, я, кстати говоря, говорил еще год назад, что у нас будут проблемы с БЛМ. Это будет. Мне вот тогда еще в чате говорили, да что там, некоторые сомневаются, да, очень сильно. И знакомые мои говорят, да не может быть в России, не будет ничего подобного БЛМ, да вообще даже намеков нет. Ну пожалуйста, видите, что сейчас тут Орстань происходит, да, и это только, а до этого в Якутии было, а до этого Башкирия. И вот это все будет развиваться. А почему? Потому что вот эти национальные республики, там сидят, по сути дела, люди такого очень советского образца. Они мыслят именно таким вот образом, как их научили в Советском Союзе, да. А если бы было самоуправление в условиях унитарного государства, то все вопросы в том же Татарстане решались бы на уровне даже не всей Казани, а одного района Казани. Понимаете? И попробуйте в таких условиях поиграть вот в свой национализм. Попробуйте. Когда у вас основная единица, где принимается решение, она составляет там максимум 500 тысяч человек, да, к примеру. И таких вот единиц куча по всей территории, вот целые районы. Там уже не до национальных вопросов. Там главные будут вопросы, как нам дороги починить, как нам школы обустроить, сколько нам детских садов нужно, да, как нам бюджет составить нормально, какие партии у нас будут в нашем местном, соответственно, самоуправлении сидеть, какие программы лучше, какие хуже, а кого нам нашего представителя в парламент общенациональный послать, да, кто более достоин. Вот эти вопросы будут важны. А когда у вас есть вот эти вот регионы, да, причем где сидят ставленники, у вас мысли совершенно по-другому, в другом направлении идут. Поэтому такая ситуация. Добрый вечер, интеграция. Навальный сейчас сидит в тюрьме и вряд ли выйдет на свободу в скором времени. Когда лидер оппозиции находится в тюрьме, это конец борьбы? То есть меня на самом деле, знаете, пугает то, что у нас вот есть со стороны тех, кто представляет некую альтернативу Путину, практически со стороны всех политических сил есть вот эта вот идея развивать дальше федерализм. Мне на самом деле очень страшно в этом плане, потому что я на полную серьезность считаю, что федерализм может разрушить Россию и территория эта распадется. Потому что мало того, что подпитывается нынешней номенклатурой протократии, вся вот эта история с национализмами на местах и прочее. И знаете, вот эти все игры в историю, игры с историей, вот эти вот обиды постоянно, которые никто забыть никак не может через 200-300 лет, все простить никак не могут друг друга, значит, пытаются на них спекулировать. И вот такие люди есть во всех регионах России, особенно в национальных регионах России. Это все очень опасно. Поэтому как раз именно децентрализованное, но унитарное государство с развитой субсидиарностью, оно бы могло бы решить эту проблему. Потому что с одной стороны у вас наоборот увеличивается уровень принятия решений, объем принятия решений на местах. С другой стороны у вас деление на единицы, где принимаются основные решения, оно меняется настолько, что в рамках этих единиц ты никуда, никакую себе национальную республику отдельно не создашь. Все равно придется оставаться в составе России. Именно такое устройство является решением проблемы. Субсидиарность это решение проблемы риска распада России на вот эти все национальные республики, на появление новых каких-то сепаратистских регионов и так далее. А я совершенно искренне хочу, чтобы вот эта территория, которая есть сейчас, чтобы она оставалась такой, какой она есть, чтобы Россия не распадалась. Потому что распад таких огромных государств это в дальнейшем еще десятилетия насилия и конфликтов. А тем более проблемы русского населения, которые окажутся в очень тяжелом положении в тех регионах, которые могут оказаться, собственно говоря, кандидатами на выход. Это все очень серьезно. Поэтому заигрываться тем нельзя. И выборы глав регионов, это также выборы глав национальных республик. Не надо об этом забывать. А как иначе вы сделаете? Вы не можете выбирать себе главу региона. Вы не можете сказать, что вот в Калужской области мы можем выбирать главу региона, а в Татарстане нельзя вот президента выбирать. И там придется разрешить президента выбирать. И чем это все закончится в итоге? Чем это может закончиться? Я не говорю, что обязательно закончится. Но просто пока есть такие горячие головы, которым все не имется. Они любят искать. Значит, в 16 веке взяли Казань. Давайте вспомним, давайте на этом поспекулируем. Чем это все закончится, вы прекрасно понимаете. Проблема в том, что сейчас государство, вот эта портократия, она не пресекает все эти вещи и не может пресечь. Та социально-экономическая модель, которая есть в России, вот эта вот игра с Советским Союзом, она непосредственно на это все влияет. Слишком много заигрываний в советском прошлом. Если бы был взят курс на построение нормального европейского государства, вся история сложилась бы иначе. И пока еще не поздно этим заниматься. А потом, когда будет усиливаться вся эта история, все эти настроения популяризовываться, и им даже не пытаются особо их как-то остановить, да, потом будет уже поздно. Нет, это усложняет борьбу. Это борьба, которую ведут они, и которую мы вели когда-то, всегда заканчивается победой. Проблема только во времени, когда она придет, и в цене, которую придется за нее заплатить. Вот и Навального нужно рассматривать через призму времени, когда его идея победит, и цены, которую он придет. Якутия в качестве независимого государства, это просто, ну, это надо быть любителем очень какого-то жесткого такого фэнтези, черного какого-нибудь фэнтези, потому что регион гигантский, размером, там, я не знаю, со всю Европу, я, честно говоря, не знаю, насколько там, если сопоставлять территорию Якутии, она очень большая. Регион с такой территорией, с такими богатствами, и при этом с населением 600 тысяч, извините, а как вы обороняться будете, собственно, в случае чего, наверняка найдутся желающие. Но это просто идиотизм. И заплатят. Даже так, как Навальный, которого отродили, а потом... Именно так. Это смелый человек, и его нужно похвалить. Мало кто даже из великих вождей так бы поступил. А это значит, что он заслуживает всяческого признания. Много людей на Украине считают, что Путин сейчас строит в Россию новый Советский Союз. В конце концов, он называет распад СССР самой большой гиполитической катастрофой 20 века. Если бы он стремился к этому, на сегодня мы делаем то же самое. Мы создаем Единую Европу, но другими методами. И по согласию, ведь в Европу... Что мы делаем то же самое, создавая Единую Европу? Советский Союз восстанавливаем? Проблема в том, что Единая Европа это такое естественное движение. То есть, по принципу, мы европейцы, мы христиане, мы имеем общие институты, общие ценности. А Советский Союз это образование искусственное, появившееся в результате переворота незаконного, да, и образование, которое по большому счету в себе совмещало страны, ну, не особо добровольно в нем находящиеся. Да? То есть, каким образом будущие поколения, ну, в частности, ваше поколение, господа, большая часть вас, молодое поколение, которое на третьем десятке находится не на четвертом. Каким образом вас должна интересовать история со становлением Советского Союза, если вы максимум там прожили, да, нисколько там вы не прожили, да, вы путинское поколение, или поколение, родившееся в 90-е. Вот почему вы должны, на основании чего у вас должны быть какие-то чувства, вот желание объединиться с Казахстаном, с Узбекистаном, с Аджикистаном, с Белоруссией в Советский Союз? Вот на основании чего это должно происходить? Общие институты, язык, культура, религия, что? Этого всего нету. Советский Союз существовал на основе чего? На основе построения социализма, да, движения коммунизма. И то, навязанного всем, как идеология совершенно чуждая, совершенно искусственная. Европе не нужны идеологии, чтобы создавать Пан-Европу, о Пан-Европе говорят уже целыми поколениями, это как бы естественное движение. Пак-с-христиана, в конце концов, была, до этого Римская империя была, да, Единая Европа, это скорее естественное состояние Европы, а не наоборот. А Советским Союзом совершенно такого не скажешь. В Европе у нас уже практически нет границ, солдаты не стоят на границах, а еще недавно это было само собой разумеющимся, потому что была такая концепция государства страны, интересы государств, стран, той же России, а сегодня мы говорим о континентальных интересах, даже глобально, поэтому эти методы, которые используют Россия, вторые, в Казахстане население сейчас составляет 20 миллионов человек. Это достаточно большое количество населения, не 600 тысяч. Как вы относитесь к Путину? С одной стороны, вы говорите, что он умный человек и даже радовались его победе на выборах президента России в 2012 году. С другой, вы уже тогда говорили, что у Путина есть плохая сторона личности. Я не спорю, что часть границ Казахстана была большевиками нарисована совершенно произвольно. Абсолютно не спорю с этим. Это действительно правда. Но проблема заключается в том, что границы огромного количества государств на земле сегодня, они нарисованы произвольно. То есть, посткареальная эпоха, она подарила миру огромное количество совершенно произвольных границ без всякого учета этнического состава и религиозного состава и так далее. Большевики подложили в России вот этот вот геморрой. Сознательно или нет, этого мы не узнаем. Наверное, никогда и когда откроем все архивы. Но проблема заключается в том, что мы можем с этим жить, идти дальше. То есть, если мы будем строить институты, нормальные государства, то по большому счету границы, они перестанут иметь вот такое прям серьезное значение. В том плане, что если у вас есть развитая торговля с соседним государством, если у вас есть развитые институты, и нету каких-то радикалов и радикальных, и поддержки радикалов со стороны верхов, то какие-то могут быть проблемы. Проблем быть никаких не должно. Собственно, Евросоюз показал, что противоречия решаемы, если страны вступают в один союз, и, соответственно, границ там нет как таковых физических, то есть, они не ощущаются. Понятно, что они есть по факту, и законы действуют, государства, национальные действуют в пределах своих границ, но как обычный человек, вы едете, как едете, так и едете. Товары перевозите, как хотите, и так далее. То есть, нету вот этого напряжения, которое границы создают. Россия должна вот войти в состав Евросоюза, и тогда проблем с границами, с западными странами, с Белоруссией, с Украиной, их не будет. Они сами собой просто перестанут иметь какой-либо смысл. То есть, Белоруссия, Украина и Россия, они должны войти в состав Евросоюза, и проблемы эти снимутся сами собой. Что касается Казахстана, то там проще просто оставить в покое все то, что есть, и эвакуировать всех русских, которые там проживают, потому что Россия это выгодно, в России доля русских она понижается постоянно. Нам выгодно как можно больше своих пока еще не сограждан, людей, которые могут стать нашим согражданом, перевести к себе. Пусть они там делают, что хотят. Тупо упираться в то, что вот здесь наши заставы были построены, что это не города и так далее, нет никакого абсолютно смысла. Русские могут построить какое угодно количество городов, понимаете? Главное, чтобы жилось там хорошо. Территорию нас не забирают, и хорошо. В России есть территория, которая есть, слава богу. А там пусть они решают сами свои проблемы. Главное, чтобы наших не трогали. А если трогают, значит их надо сюда перевести всех, предоставив абсолютно идеальные условия. Я вот, например, не против, я готов платить отдельный налог, как немцы платили, для того, как они поднимали восточную Германию. Я готов платить налог, чтобы русским помочь переехать в Россию, чтобы им жилье построили, чтобы их работы обеспечили и так далее. Это все равно в конечном итоге даст еще большие плоды. Это и есть уровень развитый национального и гражданского самосознания, когда ты готов на личные вот такие жертвы. Не когда в интернете пишешь про то, что верните русские земли, а сам сидишь себе дома и ничего не делаешь. А когда ты готов поспособствовать своим соотечественникам, да, переехать к тебе сюда, в Россию, и готов помочь им здесь обустроиться. Вот это другое же вопрос совершенно. Вы прямо говорили, что нынешний президент России нужно судить ГАКСом Тимбунале за аннексию Крыма. Не только за это. Проблема состоит в том, что... А между прочим, между прочим, в Южной Корее очень большие ресурсы используются на то, чтобы корейцев из Средней Азии интегрировать в Корею. То есть, это их действительно такая агентура там, и они с ними держат очень тесные контакты и стараются к себе перевести. Тем более, в Южной Корее там рождаемость хуже, чем у нас. Она отрицательная. Там очень сильно падает население. Корейцы работают над этим. Они не говорят, что надо присоединить Среднюю Азию. Да? Какие-то районы, где корейцы проживают, они не говорят, что их надо присоединить в Южной Корее. Они работают над тем, чтобы корейцев этнически перевести к себе. И правильно делают совершенно. Дело с трудной ситуацией. Ведь Россия населяет много народов. И Россия это большой военный потенциал. Опасный. Это ядерное оружие. И это находится в разных местах. И теперь, идя в направлении разделения России, нужно будет делить и эти вещи, с которыми просто не справятся эти народы, на территории которых они остались. Поэтому, размышляя о Путине, нужно принимать во внимание все, что это большое государство, много народов, опасное оружие. Любой шаг может быть опасным. Его последствия нужно предвидеть. Кто этого не понимает? Да когда же я успел? На прошлом стриме меня спрашивали. Я не успел еще посмотреть. Тут не понимает, как трудно Путину. То есть, вы не считаете, что Путин безнадежен? Нет, не считаю. Мы в нашей борьбе... Ну и зря. ...делали ошибочные выводы по поводу наших коммунистов. Мы считали, что они предатели, не патриоты, а это... Ну, потому что речь шла о некой группе людей, некой организации. А там люди могут быть разные. А когда речь идет о конкретном человеке, который, в принципе, более чем себя проявил за 20 лет, ну, хер его знает. По всей видимости, Валенсия имеет очень... плохой кругозор, что ли, хер его знает. Может, правда работал, видимо. Правда говоря, что работал он на польские спецслужбы. Не так. На польские социалистические спецслужбы, конечно же. ...патриотами. Как и мы, оппозиционеры. Просто у них была другая аргументация. Их аргументация состояла в том, что Россия никогда не позволит Польше уйти из соцлагеря. А любая попытка уйти может нам очень долго стоить. Они могут расстрелять треть населения. Поэтому они тормозили Валенцу, поскольку считали его безответственным. Чтобы нас перестрелял. То есть там был патриотизм. Просто они не верили в наш шанс. А я наоборот. Верил в этот шанс и заполучил его. И потом, когда коммунисты увидели, что это удалось, они тоже были за свободную твольщу, за уход из соцлагеря. Просто не верили, что это возможно, ждали такого случая. А я использовал шанс. Поэтому они меня сегодня больше ценят, понимают и поддерживают больше, чем коллеги, с которыми мы вместе боролись. Вы говорили, что Россия это большая страна, но что делает Путин? Он еще больше увеличивает ее за счет Украины, за счет Крыма. Я помню, как разговаривал с президентом Ельциным. Я ему говорю, господин президент, Россия это прекрасная страна, но представьте себе прекрасный автомобиль, ну не знаю, Мерседес или вашу российскую чайку, прекрасный автомобиль. Только на него нагрузили диваны, топчаны, все на свете и за этим всем не видно России. Возьмите и выкидите все и увидите, насколько прекрасна Россия. Зачем вам эти республики? Зачем вам Украина? Это же лишний груз. Ну, кстати, неплохое такое сравнение, согласен. Это реально лишний груз. Это же они к вам потом на коленях приползут и будут просить, чтобы вы держались вместе. Да, если мы будем богатыми и умными, к нам будут сами идти и проситься к нам. Я не знаю, как эту очевидную мысль донести до любителей Редента, но не знаю, дай бог, чтобы до них это дошло. Дай бог, чтобы до них дошло, что люди, которые не хотят экспансии, это не русофобы и они такие же русские, просто хотят делать совершенно по-другому. Да, то есть они хотят не территориальной экспансии делать, не эксцентивно развиваться, а интенсивно. И сотрудничать. Ельцин еще неделю ходил и повторял, Россия это прекрасная страна, только нагружена диванами и смеялся над этим. Если мы вернемся к топчанам на чайке, то как вы для себя отвечаете на вопрос, чей Крым? Все границы, все силовые решения не подходят для нашей эпохи, поэтому те методы, которые были хороши тогда, сегодня уже плохи. Сегодня нужны другие методы, другое поведение. Поэтому то, что делает Россия с Крымом и вообще с Украиной, это методы, которые не подходят нынешнему времени. Они должны проиграть и проиграют. Только вопрос времени и цены, которая платится за то, что и так очевидно. Для одних это очевидно и они хотели бы действовать по-другому, а для других еще нет. Люди все еще действуют старыми методами. А в России вообще можно построить демократию? Россия развивалась иначе. Она опаздывает на несколько десятилетий за остальным миром, который уже через это прошел. Ну, но мы в любом случае можем построить нормальное европейское государство, потому что в любом случае мы идем по этому же самому пути. Россия и так изменилась. Это уже не та Россия, что была раньше. Но они меняются медленно. Это великая страна. Польша – это маленький легковой автомобиль. Может ехать 100 км в час, ну, 200. Россия – это такой грузовик с прицепами. Он быстро ехать не может, просто иначе разобьется. Поэтому у него должна быть другая скорость. Он должен ехать. Я смотрю, Валенция любит автомобили. Все у него с автомобилями сравнивается. Все эти практические вещи нужно применять в политике. Поэтому скорость России меньше. Россия была супердержава. Она эту роль потеряла, и ей трудно это принять. Она пытается это вернуть. Но поскольку новыми методами ей этого не добиться, она обращается к старым методам. Поэтому Россию нужно понимать. Я читал, что еще в начале 90-х годов, во время вашего президентства, когда Украина, Беларусь и Польша были примерно на одном и том же уровне экономического развития, были идеи создания своеобразного союза этих государств, которые могли бы ставить условия как России, так и Европы. Правда ли это? Нет. У меня была другая концепция. Моя драма состояла в том, что я не мог этого объявить слух. Я много вещей должен был делать, но делать вид, что делаешь что-то другое. У меня тогда была... Потому что работал на спецслужбах. Концепция такая, что мы, Украина, Польша и Беларусь входим вместе в западные структуры. Я это говорил. Я во всем мире об Украине разговаривал больше, я для Украины больше делал, чем для Польши. Моим лозунгом тогда было «Нет свободной Польши без свободной Украины». Так меня учили родители и деды. Я к этому стремился и уже обо всем договорился. Все прекрасно шло, только я не сбрался на второй срок и все пошло прахом. А как вы считаете, почему Польша удалось реализовать экономическую программу, реформировать экономику, а Украине все-таки нет? Потому что не было у нас выбора. У нас все-таки было довольно много частников, малого бизнеса. У нас эта система всеобщего... Ну, это правда. На самом деле, тот уровень, который был в восточноевропейских соц. странах и тот уровень, который был в Советском Союзе, включая Украину, конечно же, он был разным. То есть вы прекрасно понимаете, что в Советском Союзе еще в 30-е годы все, даже кустари, все вообще частные производители, крестьяне, единоличники, все это было уничтожено, церковь была уничтожена, все, ничего не осталось. В Польше все время существования социалистической республики полностью уничтожения частного не было. Там оставалась какая-то мелочь. А в Венгрии даже были цены в трех диапазонах. То есть одни регулируемые, другие регулируемые в определенном коридоре и третьи цены это были вообще свободные рыночные цены. В Советском Союзе такого не было. Поэтому, когда все это распалось, конечно же, Польша, Венгрия, Словакия и все остальные страны, Чехословакия и все остальные страны, они были на изначально более высоком и более простом уровне, чем мы. То есть мы с вами, конечно же, особенно Россия, находимся просто в ужасном состоянии. То есть то, что нам оставили большевики, наверное, ни в одной союзной республике такого не было. Потому что, даже если взять ту же Белоруссию и Украину, то, как вы знаете, западные части этих республик пережили самые тяжелые годы советского, советских репрессий. То есть они только после 1939 года стали частью Советского Союза. А весь основной удар по институтам, да, который мы уже перечислили, он был нанесен в конце 20-х и в 30-е годы, который застава только восточной Украины и восточной Беларуси. Это сейчас до сих пор проявляется, до сих пор это видно по уровню даже в социальном отношении разводов, абортов, более низкая религиозность, там, больше алкоголизм, больше наркомания, ниже уровень жизни и прочее, прочее. Это до сих пор заметно. Меньше порядка. Потому что это был вот удар, который нанесен вот в 30-е годы, в самые ужасные годы. А у России, у нее ни одной территории нет, которая пережила вот нынешняя Россия, да, Российская Федерация. У нее нет ни одной территории, которая пережила бы в 30-е годы, да, до которой в 30-е годы не дотянулись. Все эти территории были как раз в эпицентре взрыва, так сказать, в эпицентре террора. Поэтому мы с вами находимся, конечно же, в худшем положении. И это, конечно же, надо учитывать обязательно. И в этом плане хотелось бы от уважаемых партнеров и от всех политических сил, в том числе России, учитывать этот момент, относиться к нему с пониманием, потому что те разрушения, которые мы перетепели, они, ну, они, наверное, едва ли у кого-то были еще такого масштаба, когда полностью были уничтожены все институты человеческие, все человеческие самоотношения были уничтожены, и люди сходили с ума, как в 30-е годы. Но такого нигде не было в европейских странах. Вот именно так долго и в таких масштабах такого не было нигде. Это, безусловно, до сих пор все еще оказывает на нас влияние. Иначе бы не старалось бы государство так это все анально огородить. Не старались бы все вот эти блогеры красные так это все оправдать. Это все чувствуется. Это мы еще пока что не преодолели. Ну, Калининградская область, да, ТВА. Согласен, да. Ну, окей. Маленькие кусочки действительно, да, они пережили. Хорошо. Тут я соглашусь. Но основном, да, 95% все остальное, России даже больше, чем 95% они оказались в эпицентре. И это влияет в том числе на эти маленькие кусочки. Феррис Келлер. Здрасте. Я папича смотрю. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А как же Кампучия? Ну, Кампучия это все-таки не европейская страна. Мы с вами говорим про европейские страны. То есть, я не беру в качестве примера я как бы не могу сравнивать Россию с Зимбабве или с Кампучией. Все-таки немножечко разной категории. Имя. Частье длилось меньше. На Украине это было намного дольше. Там уже не было никаких свидетелей старой системы и политической и экономической. Карелия бы не воспользовалась никакой возможностью выхода, потому что это тоже такая очень большая территория с очень маленьким населением и там просто нет ресурсов, чтобы это все обустроить. вот и карелы это все-таки люди достаточно близкие нам к большому счету не сильно отличающиеся вот с очень низким уровнем самосознания национального карельский язык там вряд ли кто-то вообще его использует сейчас поэтому они бы не стали ничем пользоваться. им было намного тяжелее у нас все это еще было у нас было немного капиталистических тупок Клининград однозначно переименовать я бы его переименовал бы в королевец это то же самое что Кёнигсберг ну королевец как-то более по-славянски по-нашему звучит в конце концов открыть новую страницу в истории Клининграда потому что закрыть советскую историю закрыть историю прусского владычества ну очевидно что сейчас эта область она населена исключительно русскими и играть вот в эти все попытки косплеить прошлое прусска я не вижу никакого смысла а начать заново с учетом того что сейчас там проживают русские люди и из поколения в поколение уже слишком долгое время ну это можно назвать королевиц тем более такое историческое название этого города есть оно имеет место поэтому у нас были большие шансы на успех потому что были элементы было немного людей которые знали как это делать там не было там вымерли у них тот коммунизм был дольше поэтому им было намного тяжелее это во-первых во-вторых украина была больше подчинена россии примерно на треть больше чем больше почти все рубильники были в россии электричество газа топливо все это было все это было на украине шло через те рубильники поэтому было так сложно потому что рубильники в другом месте зачем переименовалась ну потому что всесоюзный сталин всесоюзный старин всесоюзный староста Михаил Калинин он не сделал ровным счетом ничего хорошего для того чтобы заслужить именем его называли целые города я правильно понимаю что вы немного знали Александра Лукашенко да потому что в одном из ваших знал его милым честным демократом каким были все и Назарбаев и Путин и Ельцин и Лукашенко они все были демократами интервью российским СМИ года три назад я читал что вы назвали его хитрым и трусливым Ленобласть переименовывать в Санкт-Петербургскую область например собственно город у нас Санкт-Петербург поэтому переименовать мы можем в Санкт-Петербургской области все достаточно логично это хитрый лист он видит что сегодня Европа не очень настроена объединяться и впускать поэтому он хочет максимально использовать Россию ожидая что когда-нибудь Беларусь и так присоединится к свободным народам он хитрый лист что вы думаете о его будущем даже Валенцо понимает что Лукашенко пользуется Россией но к сожалению в России это понимают далеко не все ничего хорошего он будет проклят своим народом потому что так делать было нельзя он не остановил прогресс но уничтожил все на своем пути Беларуси не хватило своего Валенца да но Валенца не вижу никаких оснований причем даже моральных оснований переименовывать Санкт-Петербургскую область в Ингерманландию это тоже опять же какая-то какая-то херня чисто основана на какой-то не знаю интуитивной русофобии что ли ну это бредятина но вот интеграция менять имена нужно чтобы показать свое отдать оценку общественную государственную оценку людям честь которых называется улица понимаете у вас в России каждый город имеет в центре города значит улица Ленина Советская улица Октябрьская улица улица Карла Маркса при этом эти люди совершенно никакого отношения к этим местам даже не имеют да вообще никакого отношения не имеют исторические города у которых были другие оригинальные названия вот их они были заменены советскими почему мы должны советские имена оставлять я не вижу здесь никакого смысла сделал бы все по-другому он бы сначала подготовил для победы как переубедить Россию как ее заинтересовать ведь я выводил Россию ее войска из Польши с удовольствием и они этим были довольны Дмитрий Владимирович по мне можно сохранить это не проблема тем более скажем у нас же есть такое устойчивое название Сталинградская битва мы же не будем заходить доходить до полного идиотизма чтобы переименовывать ее Волгоградскую битву если исторически на тот момент когда происходила там великая битва город назывался Сталинградом настолько с ума с Хать не обязательно не обязательно вот есть Сталинградская битва ну пусть она и называется саленградской битвы, но город тогда так назывался. Переименовали его тогда. А называть его Волгоградской битвой, когда там, ну нигде так не называют, да, эту битву и этот город в тот момент, в сороковые годы. Ну это как-то смешно, это карикатурно. Я это делал не против России, я это делал за новую эпоху, ради новых идей, ради нового развития, а не против. Никакого соц. недовольства не будет и бумажной волокиты не будет, потому что, ну, во-первых, в Петербург вообще переименовали, но никакой волокиты нету. Вот у меня в паспорте указано место рождения, город Ленинград. В чем проблема? Ничего менять не надо. Если вы родились в, например, Горьком, Нижненовгород, вам не надо переименовывать, переделывать паспорт, что вы родились в Нижненовгород, вы родились в Горьком. Если вы прописаны на такой-то улице, то все прекрасно понимают, на какой-то улице есть, опять же, понимание того, что так называлась эта улица когда-то раньше. Никакой проблемы. Ну, вообще-то, институт прописки тоже надо отменить, поэтому, раз уж мы говорим о реформах и каких-то переменах, то и об этом тоже стоит упомянуть, что институт прописки, он не должен существовать. Все по-другому надо устроить. Можно достичь того же, но по-другому. А теоретики, которые только книжки читают, используют методы, которые теоретически правильные, но на практике плохие. Поэтому я был успешным. Я был очень успешным. А у них... Джо Кэнтон, я отрицательно отношусь к любым таким вещам. Я же сторонник прав человека, да, вот, поэтому, естественных прав человека, поэтому любые такие действия с нарушением прав собственности, они для меня неприемлемы, как бы они не оправдывались. Вот. Тем более, речь идет о европейских и немецких, о европейских народах, финных и немцев. Одни поражения. Я правильно понимаю, что для успеха белорусской революции ее лидер должен сначала найти общий язык с Россией. Одновременно. Он должен одновременно подготовиться и доказать, что то, что они делают, не направлено против... А вот это хороший вопрос, да, Джо Кэнтон, это хороший вопрос. Но его надо задавать не мне, а Рудову, например. ...в России. И это не будет за счет России, а наоборот, принесет прибыль России. И это можно доказать, если хорошо наладить работу и сотрудничество. Если поставить только на революционные методы, то это будет такой финал, как сейчас. Поэтому сегодня мы должны применять другие методы борьбы. И что теперь противникам Лукашенко делать? Масштабе фессии огромен, без любого военного положения. Приготовиться... Я знаю, в каких кругах популярны Ингрия и Ингерманландия. Я знаю даже людей, которые в эти круги входят. И могу сказать, что там очень популярна русофобия. Но, кстати говоря... Вот вы же знаете, Максим, уже скидывали материалы. Вот есть паблик такой в Эстерле. Вот его администратор, он как раз очень любит Ингерманландию. Хотя этнически русский, насколько я могу понять. Но вот обычно это все-таки история с Ингерманландией привлекает русофобов. Вот прям таких лютых и ярых. Которые фантазируют на тему того, что можно сделать из Ленинградской области нынешней. И даже из Санкт-Петербурга Ингерманландию. При том, что здесь живут вообще-то не ингерманландцы. Это вообще-то столица российского государства. Было 200 лет. И проживая здесь 95% случаев, все-таки русские люди. Какая тут может быть Ингерманландия? Но опять же, возвращаясь ко всем этим историям. Про прошлое, вот эти все фантазии, фантастические проекты. Я к этому ко всему отношусь отрицательно. Можно уже остановиться, успокоиться и заняться повышением уровня жизни людей. Я думаю, что это самое главное. Мудрец 50 рублей. Спасибо, Мудрец. Кстати, Калининград пример хорошего сотрудничества между Россией и Польшей. В 2013-2016 годах между Калининградской областью и двумя приграничными польскими регионами был без виз. Туристы из Кёнинга ездили в Польшу за дешевыми и качественными продуктами и красивой архитектурой. Поляки в Калик за дешевым бензином. Потом без виз убрали, но поляки лояльно дают визы. Ну вот видите, пожалуйста, на уровне регионов тоже замечательный пример сотрудничества, который выгоден всегда всем, от него все выигрывают. Победия, которая должна наступить, приготовиться экономически, приготовиться к переговорам с Россией, приготовиться к переговорам с Западом. Все это должно быть подготовлено. Люди должны быть подготовлены. Не кричать, а потихоньку готовиться. Этого ж нет. И даже когда победа придет, опять какая-то шантропа получит власть, и опять начнется то же самое. Подготовить конституцию. Подготовить множество решений. Ведь их нет. И зачем мне победа, если я не знаю, что с ней делать? Я когда брался за революцию, то я с самого начала знал, куда все это приведет. И я говорил людям мало. На пике своего успеха я говорил, вы радуетесь, а я боюсь. Теперь вот начнутся проблемы. Вы принесли меня, а завтра забросаете меня камнями. Потому что я знал, куда мы придем. Я руководил. А у них этого нет. И они хотят побеждать. И что это за победа? Приготовиться к победе. Приготовиться к переговорам с Россией. С Россией нужно разговаривать. Россия на самом деле хорошая страна. Только непонимание уничтожает. Так проблема-то не в том, что с Россией никто не хочет разговаривать. Проблема непосредственно в руководстве России, которое не ощущает себя как руководство России, оно ощущает себя как советское руководство. И никак не может отвыкнуть от того, что они больше не играют роль великого, могучего Советского Союза, Которая конкурирует с Соединенными Штатами на равных А представляет собой региональную державу Вот это вот несоответствие Оно и составляет корень проблемы Потому что Экономическое значение России сейчас И политическое Оно гораздо-гораздо меньше, чем было В эпоху Холодной войны И попытки Играть Разговаривать так, словно бы Это значение, оно все то же самое Воинственные фразы Позавчера Один русский посол, российский посол Сказал, что Мы в Казахстане показали, что нечего на Россию Нападать Иначе выбьем все зубы Но как с такими людьми Разговаривать, простите, как с ними можно говорить Какой может быть с ними диалог Никто не против Разговаривать с Россией Наоборот, европейцам выгодно Чтобы Россия была богатой страной Где можно будет инвестировать У них огромное количество денег у европейцев Которые они с удовольствием инвестировали в Россию Тем более с Китаем Они все хуже и хуже в отношениях Дайте эту возможность И мы богаче станем И европейцы богаче станут И всем станет только лучше Но нет же У нас же история-то какая То, что запад нам враг Что он движется к нашим границам Что мы зубы выбьем И так далее То есть какие-то рисуются совершенно непонятные Лепреконы, которые нам угрожают Со всех сторон Нескакими волнами нападают на нас И прочее, прочее Но это надо прекратить И тогда будет какой-то разговор уже конструктивный А пока разговор ведется в таком духе А о чем можно говорить? О каких результатах? Сношения Вы сказали, что всегда были победителем Но выборы когда проиграли? Нет Если бы я выиграл, то я бы проиграл Я был настолько измученным Что я уже терял сознание прямо за рабочим столом Никто не понимал, что со мной Оказалось, что я выгорел Если бы я получил второй срок, я бы не выжил Потому что мой организм был уже так истощен этими проблемами Я хотел работать, давать результат И истощился С этой точки зрения А элиты быкуют на запад, потому что это нужно Как в качестве шоу для населения И в качестве оправдания своих антиреформ То есть, чтобы объяснить, почему у нас сейчас там Скажем, вот красная икра Я, конечно, охереваю Ее, кстати, сейчас даже не купить почему-то Ни в ленте, ни в Ашане не нашел Видимо, раскупили все Или не знаю, что произошло К Новому году я ее успел купить Так вот, баночка красной икры Сейчас 140 грамм Она стоит 900 рублей 850-900 рублей Буквально еще два года назад Я ее за 250 покупал по скидке Но она стоила там 350 без скидки Но понимаете, когда у вас Полезные продукты, которые производятся в России Начинают стоить буквально Три раза дороже за два года Нужно что-то придумать Что-то не ты обосраться со своей политикой И нужны срочные реформы А это вот запад тебе гадит Если они откажутся от этой концепции Тогда спросят А в чем дело, ребята? Почему у нас так все херово-то? Вроде запад нам не мешает А тут есть санкции То есть удобный такой повод Сказать, что у нас все херово Потому что санкции накладывают Вот и все Постоянно такое вот есть объяснение Очень удобное Ну и они же опять же привыкли к этому Они привыкли так разговаривать Что в советское время Те же чекисты В Америке у них был целый магазин В котором они там затаривались Техникой дорогой Видеоплеерами, телевизорами Тащили в Россию все Вот И продавали, кстати, тоже Зарабатанные там деньги Но при этом выступали за Советский Союз Мы все такие патриоты, да? Вся агентура вот это все То же самое и сейчас Это все те же самые люди Просто богаче стали Они уже стали миллиардерами и так далее Ну вот у них теперь вместо телевизоров И видеоплееров У них дворцы Щита А их психология Это та же самая осталась Понятно, что для любого человека В здравом уме Это все выглядит как Как минимум противоречие Максимум лицемерия, да? А вот они умудряются Это все совмещать В своих головах Каким-то образом Умудряются У них это нет У них нету здесь какого-то такого Между их псевдопатриотизмом Советским таким И тягой к роскоши Западного производства У них нету никакой противоречии Нормальной Хорошо, что я проиграл Потому что я жив Но проиграли мои программы Потому что у меня не было второго срока И я не реализовал то, что я запланировал С этой точки зрения плохо Так что все зависит С какой точки зрения Оцениваем Что вы считаете своей самой большой ошибкой? В больших делах ни одной ошибки В маленьких да Тут извиниться Тут еще что-то не так Как-то у меня было много нехороших вещей Но в большинстве нет Все, что я запланировал Я реализовал Причем сознательно Я не сделал бы по-другому ничего Красная икра до революции Она не была дорогим продуктом Она не стоила дорого Нет, крестьяне тоже могли вполне себе Иметь красную икру Потому что она не была Но сейчас это деликатес Это дорогой продукт В Российской империи Насколько я помню Красная икра И даже черная икра Она не считалась деликатесом То есть она не считалась Чем-то таким невероятным Если вы записали видео В котором прощались со своими сторонниками Да нет Я просто сказал, что еду на опасную операцию Я говорил, что в этом возрасте Когда молодой человек То это просто Но в этом возрасте Это может быть опасно Я только об этом говорил Никакого прощания Я уже давно собрал вещи И готов А так вообще Как вы себя чувствуете? Среднее Как будто мне 80 лет А когда будет вопрос Сколько вы зарабатываете? Как вы относитесь к Революции? А оказавшись перед Путиным Что вы ему скажете? Вы его боитесь? Нет Я боюсь только Господа Бога И немножко мою жену Больше никого Я читал, что пандемия Сильно повлияла на вашу жизнь Да Я ездил на лекции Хорошо зарабатывал У меня были деньги А теперь все исчезло Все, что у меня было Я раздавал разным людям В семье и вообще Потому что было, что раздавать А теперь нет Все раздал И оказалось, что у меня нет ничего Поэтому у меня кризис Да Я читал, что весной этого года Вы даже объявление о поисках работы разместили Да Я же вам рассказываю о своей ситуации Все пропало, что меня подзаряжало Ни в России, ни на Украине Бывшие президенты вообще-то не имеют финансовых проблем Потому что я был и остаюсь идеалистом А идеалисты бедны Потому что на деньги, на заработок даже не смотрят У меня есть свои идеи Я был таким И я до сих пор такой Ну, кстати, Ленин тоже был идеалистом Но бедным его не назовешь А какая пенсия у идеалистов в Польше? Я даже не знаю Но вы пенсию даже не проверял Там что-то добавили У меня было до 6 тысяч злотых А вообще-то где-то 5 108 тысяч рублей А жена тратит 6 Поэтому нужно было подрабатывать А с женой вы об этом изговаривали? Нет, у женщин свой образ мыслей Их не переубедишь Я с удивлением узнал, что в Польше Продолжается дискуссия о вашем месте в истории В апреле этого года Эксперт Министерства образования Польши Сказал, что новая редакция учебников истории Должна содержать предложение О сотрудничество Леха Валенца С коммунистическими спецслужбами Как вы реагируете на эти обвинения? Я никогда не был на коммунистической стороне Я никогда не сотрудничал В этом понимании с безопасностью Конечно, я приспособился Ну, он сотрудничал Потому что по-другому, видимо, было нельзя В этом никто не сомневается Что он не из идеи каких-то Не из идеологических побуждений Сотрудничал с КГБ Ставлю методы так, чтобы победить Только эти маленькие люди Которые никогда не были И не будут на том месте На котором принимают решения И ведется бой Никогда не поймут таких людей, как я Вам не обидно, что вы Самый известный поляк в мире Может, после Роберта Ливандовского Во всем мире вас почитают и уважают А дома, скажем, прямо Ответ прост Я не участвую в выборах Такое поведение – это признание О маленьких и слабых людях не говорят С ними не борются Борются с большими и сильными А значит, я должен быть достаточно большой Что со мной борются до сих пор И никто меня не купит Никто меня не запугает Я буду делать то, в чем убежден И убежден до сих пор Ваше наследие огромное Стихьяна, Википедия вас занимает Больше десятка стран А что бы вы хотели, чтобы вас было Нарисовано в учебниках истории Я вас прошу Сейчас для меня это важно Потому что я хочу чего-то достичь А когда я вернусь вправ Скажу, чтобы меня сожгли Рассыпали на море Зачем мы это всем Чтобы ваши дети и внуки прочитали Это пускай они тревожатся Я бы хотел остаться в истории Как тот, кто начал строить Я разрушал ту систему Чтобы построить новую Я все-таки хотел спросить О вашей роли в истории Будут ли в Польше будущего Стоять памятники валет Черт его знает Зачем Я строить хочу Что мне с того памятника Будут туда приходить Рассказывать ерунду Мои самые лютые враги Будут меня там ругать А потом будут их сносить Как ведь было Зачем мне это Я строить хочу И это для меня сегодня Сегодня Вот так Такие вот дела Так Хорошо Следующий ролик